Они пришли в школу в самый разгар весенних каникул. И в этом нет ничего странного. Зареченские девятиклассники участвуют в городском фестивале наук от теории к практике. И хотя он проводится всего во второй раз, среди пришедших уже есть постоянные участники. Сейчас мы знаем, какие предметы и что примерно нас уже будет ожидать. Мы готовились, насколько смогли, насколько знали. И надеемся, что все-таки что-то мы покажем хорошее сегодня. А ожидают их задания по химии, биологии, информатике и основам предпринимательства. На выполнение каждого комплекта задач 15 минут. Здесь проверяют не знание теории, а умение ее применять на практике. Вот и приходится школьникам проводить химические реакции, колдовать с пробирками и препаратами. Пошла меба какая-нибудь. Да не, меба не бегает. Они не быстрые, а меба. Соревнования командные, так что в процессе споров и обсуждений ребятам все-таки удалось найти решение. Правильно или нет, посмотрят проверяющие. Но в целом все остались довольны своей работой. Да не, не сложные. Я вообще всегда на информатику пришел, но биология все равно не сложная тут для меня. Задание было определить кости, определить цветы, клетки там какие-то посмотреть. Есть задания, которые постели на любому школьнику, любому девятикласснику. А есть задания, которые требуют нестандартного решения, каких-то новых креативных мышлений. А где-то вообще, прежде чем приступить к выполнению основного задания, нужно правильно решить пару дополнительных задач и получить своеобразный допуск. Такую схему придумали учителя информатики. Пока одна команда со всем этим разбиралась, другие блуждали в дебрях экономических премудростей, терминов, понятий и документов. Даете определение после того, как прочитали, и знаете мне, как это будет одним словом, одним термином. В этом году программа интеллектуального многоборья рассчитана только на девятиклассников. Но организаторы подумывают о том, чтобы в следующий раз приготовить что-нибудь и для школьников помладше. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует...